Ёлки могут быть разными, но неизменно красивыми. Это доказали воспитанники интерната. В холле выставкой работ заинтересовалась гостья, актриса театра и кино Ирина Шевчук. Я посмотрела на поделки детей. Это просто очень талантливо и вызывает восторг. И, конечно, очень здорово, что их поддерживают. Мне кажется, что нужно всех детей поддерживать. Но деток, которых обделила жизнь здоровьем и так далее, конечно, нужно особенно. У ребят, которые здесь учатся, не только золотые роки, но и звонкие голоса. Школьный хор – многократный лауреат фестиваля «Хрустальный петушок». Кстати, костюма для 22 солистов подарила Лига женщин. Однако в этот раз и сами хористы побывали в роли слушателей. Для них выступил дуэт участник проекта «Голос» Армен Авджан и победитель «Хрустального петушка» в этом году Володя Лазакович. Володе 9 лет своей бескозыркой. Он пленил не только жюри «Хрустального петушка», но и сегодняшних зрителей. Сцены юный артист уже не боится. Ну, просто мы с моим преподавателем Сергеем Александровичем, мы много занимались. Я уже много выступаю. Вот я уже иду. Я пою с Володей, у него хорошие вокальные данные, и он очень хорошо поет, интонирует, звонкий голос. Я вот с ним уже второй раз выступаю. И очень мне с ним комфортно петь. Чтобы комфортно было всем воспитанникам интерната, их 350, Лига женщин подарила ребятам телевизор. В прошлом году стулья для компьютерного класса. И каждый год помогает с индивидуальным пошивом школьной формы. Все это в рамках проекта «России важен каждый ребенок». Если этот проект только вступил и шагает по России, то мы, конечно, этим занимаемся уже давно. Восемь лет это как минимум этим занимаемся в городе Сочи. Я думаю, что те блага, которые получают наши дети города Сочи, это и малообеспеченные, и с трудной жизненной ситуацией. И детки, нуждающиеся в лечении, творческие, спортивные. И, конечно, детки с какими-то ограниченными возможностями в здоровье, они у нас, конечно, коханные и любимые. Мы их все любим. И они нам, конечно, каждый из них очень важен и нужен в городе Сочи. В преддверии Нового года ребята не остались без подарков. Лига женщин подарила всем сладости и билеты на городскую новогоднюю елку. Елена Алексеевна, Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.